Здравствуйте! В эфире программа «Семь минут». Сегодня у нас в гостях Арсений Кудря, актер Рязанского драматического театра. Здравствуйте! Здравствуйте! Арсений, вот недавно ваш труп ездил в Израиль на фестивале. Расскажите, пожалуйста, что там происходило, с каким спектаклем вы туда ездили? Мы ездили туда с одним из наших любимых спектаклей. Он у нас идет на малой сцене. Это «История любви», поставленная Натальей Головлевой. Мы этот спектакль играем уже достаточно давно. Он нам стал родным. Мы к нему прикипели как к какому-то родному человеку. И, в общем-то, было интересно очень съездить в Израиль. Тем более для нас это интересная практика, в силу того, что мы редко бываем на заграничных гастролях. Это вторая поездка в Израиль. До этого тоже по совместному договору Рязанского театра драмы и приглашению Дагбара Гиллер. Мы уже ездили в Израиль. То есть это был большой спектакль, а на этот раз это был маленький такой камерный спектакль. Поэтому мы нервничали и действительно переживали по поводу того, насколько это будет удачно, насколько интересно будет это зрителю, насколько мы вообще будем понятны. Потому что здесь, конечно, на малой сцене мы разговариваем, ну, как мы с вами, со зрителем, да, вплотную. А там это все-таки достаточно большие площадки. И, ну, в общем-то, все закончилось успехом. И мы получили массу удовольствия, интересный опыт. Вот. И очень много приятных, теплых слов от зрителя. И не только от зрителя. Принимающая сторона, в общем-то, была очень довольна. И, в общем, все удалось. То есть зритель благодарный попался, да? Да, это несомненно. Был благодарный зритель. И тем более люди приходили. У нас, для нас, для нашего города это очень редкая практика. А там нас просто не отпускали. Даже вот на последнем спектакле, когда мы были... Ну, то есть это уже было закрытие. Наши фестивали, наши туда поездки. Это был последний спектакль. Последний шанс нам со зрителем обменяться какими-то чувствами, эмоциями. И люди пришли за кулисы, там, ловили нас. Каждый разделил нас на группки. В общем, было очень приятно, очень интересно пообщаться. И какие-то новые эмоции услышать о нашей работе. Потому что здесь, ну, мы зачастую мало общаемся со зрителем. Ну, то есть со своими родными какими-то в городе, да? Когда друзья ходят на наши спектакли, с ними мы можем что-то обсудить. С обычным зрителем это редко. Ну, только на страницах каких-нибудь интернет-сообществ или там социальных сетей. А здесь вживое общение. Люди подходили, благодарили, брали автографы. Ну, в общем, все было очень интересно. Какие города удалось посетить? Ну, мы были в нескольких городах. Мы играли там четыре спектакля. Первый город – это был Аждот. Это самый нервный был у нас спектакль. Потому что мы еще не знали, как нас примут. Мы приехали. Я помню кучу таких эмоций, связанных с этим спектаклем именно. Потому что сначала непонятная реакция. То есть зритель так замер. Ну, формат своеобразный. У нас на сцене только четыре стула. И непривычно. Люди обычно приезжают, играют спектакли полноценные. А мы так скромненько-скромненько начинаем. Вслушиваемся зритель. Зритель в нас. И после того, как мы поняли, что это на самом деле... Зритель не растерян, а он просто внимательно нас слушает. Все. Мы расслабились. Мы почувствовали себя в своей тарелке, скажем так. И следующие и последующие спектакли шли, конечно, легче. А первый он был на обоюдном прислушивании. Но все равно все удалось. И было очень приятно то, что зритель вот именно на первом спектакле был максимально настроен на нас. Он не мешал нам ни мобильными телефонами, как это часто бывает. То есть даже не кашляли. То есть они кашляли в какие-то моменты переходов музыкальных. То есть это очень о многом говорит, когда внимание зрителя сосредоточено. Такой определенный тон задает спектакль. И актеры работают по-другому. Они чувствуют, что их слышат, что они нужны. Они как будто бы надо выступить, отработать и уехать. Это такое очень приятное. Был спектакль. Потом во второй день мы были в городе Ариэль. Здесь уже как-то мы почувствовали себя более расслабленно. И начинали. Может быть даже где-то получилось так, что слишком нахрапом решили взять. И вот когда уже, наверное, мы пришли к третьему спектаклю. Это вот решен лицо он город. И там уже все. После этого спектакля еще и в Маалоте. Мы чувствовали, что все идет по своим рельсам. Все друг друга начали отлично воспринимать. То есть для нас из-за того, что площадка не очень привычная, она побольше нашей. Нам было тяжеловато сначала. Но потом все отлично. И вообще коллектив очень слаженно работал весь. И чувствовалось то, что друг друга люди поддерживают. Вплоть до того, что в технических цехах все работали и старались максимально помочь. Так и актеры между собой. Вот это чувство партнерства, которое, ну, оно действительно очень дорогого стоит. И обсуждалось это нами. И атмосфера царила очень приятная, как и в зале, так и среди самих партнеров, коллег. Это очень здорово. До записи вы мне сказали, что фестиваль весьма и весьма своеобразный. Кто там еще в нем принимал участие? Этот фестиваль, может быть, он не совсем привычный для нашего восприятия фестиваля. То есть те, которые проходят в наших городах. Потому что здесь всегда у нас конкурсная программа. Присутствие критиков, обсуждению. Потом раздача каких-то слонов. То есть за то, что кто был лучшим, а кто нет. А здесь цель самого фестиваля этого – показать зрителю, русскоговорящему причем, проживающему в Израиле, каков провинциальный театр. То есть туда приглашают ульяновские театры, липецкие, Таганрог, по-моему, туда ездил. Ну, то есть вот такие города, с которыми мы, в общем-то, здесь гастролируем, мы обмениваемся парообменными гастролями, они у нас, мы к ним ездим. А там – это достаточно редкая практика. Потому что в основном туда вводят медийных звезд. Ну, то есть примелькавшиеся какие-то лица, чтобы публика пошла. Мы же знаем, как у нас народ ходит на то, что он видит даже хотя бы по телевизору. А здесь незнакомые люди. И это, на мой взгляд, определенная такая гарант честности. То есть когда люди идут именно не на звезду, на которую им постоянно где-то показывают, постоянно она находится у них перед глазами, а именно посмотреть в театр спектакль. То есть он еще не знает, понравится ему артиста или нет. Он идет именно на спектакль, не на какого-то именно человека. Поэтому такой фестиваль для нас – это очень интересный способ и поработать, и еще раз доказать то, что театр – это не только личность, а дело коллективное, что это полный ансамбль, и то, что спектакль оценивается. И по тому, как режиссер поработал с драматургией, по качеству драматургии, и по тому, насколько артисты работают искренне, органично. Ну и, конечно же, самоотдачей ли они работают, или приезжают просто откатить спектакль, скажем так. Ну вот интересно узнать, с какой программой вы выступили вкратце. Ну вот этот спектакль, то есть «История любви» – это пьеса американского драматурга, ну, с корнями, скажем так, близкие израильскому зрителю. Интересно то, что в спектакле практически нет такого, как такового, театрального, да, театрального подачи. Он вполне документальный, и он сентиментален тем, что он прост. То есть нет лишнего какого-то давления, нет наигрыша, нет режиссерских ходов, которые порой отпугивают зрителя, то есть которые выглядят, ну, может быть, в некоторых спектаклях слишком нарочито. А здесь все на таком доверительном полушепоте, весь спектакль. Он подкупает именно вот своей нежностью. А так как это мелодрама, и так как «История любви» – это спектакль, в котором речь-то и идет о любви между молодым человеком и девушкой, которая умирает в конце спектакля, и любовь, которая только приходит, ну, в свое крещендо, когда она должна развиваться, когда что-то должно происходить и происходить, жизнь обрывается главной героине, и слезы в зале. Даже мужчины плачут. И если мы добиваемся этого эффекта, значит, Наталья Главлева как режиссер была права в том, что она просила от нас, и значит, что артисты, может быть, попали именно в ту нужную ноту, которая вызывает в человеке эти чувства. Ну, вот такой спектакль. Его, в общем-то, наверное, все драматурги знают, потому что это очень популярный роман Эрик Сигал, и просто по нему наш режиссер сделал инсценировку. А так и фильм есть, и книга очень популярна была, стала бестселлером. Поэтому, в общем-то, история, она не нова. В другой момент, насколько она правильно прочитана, насколько она честна со зрителем, поэтому и что-то получается. Ну, и подача, само собой. Ну, раз уж вы такой популярностью пользовались у израильского русскоговорящего зрителя, наверняка планы какие-то на ближайшее время уже есть, наметы, ну что-то. Конечно, конечно, очень бы хотелось не только в Израиле побывать. В ближайшее время вроде в театре перспективы такие есть, и заделываются какие-то интересные гастроли, и вообще театр оживает, на мой взгляд, начинает жить какой-то полнокровной жизнью, как бы это ни звучало заштамповано, но это для театра важно, потому что театр, который сидит и варится только в своем городе, не пробует себя, не проверяет на другом зрителе, потому что здесь у всех есть люди, которые постоянно ходят на спектакли, да, премьерный зритель знает артистов практически всех, кому-то привык, кто-то приходит и смотрит, что у артиста получается от спектакля к спектаклю, а кто-то, ну, впервые попадает в театр. Но вот когда зритель не наш, скажем так, да, он еще интереснее с ним поработает, то есть проверит себя. Конечно, наши зрители, Рязанские, очень любимые, мы всегда их ждем в нашем театре, потому что мы для них и работаем, но интересно, потому что для себя даже интересно понять, туда ли мы движемся, в том ли направлении. И вот предстоят скоро гастроли, скажем так, в популярном нынче в новостях направлении. Театр поедет в Керчь, это будут такие полноценные гастроли, то есть несколько названий едет, не одно. И вот посмотрим, что в дальнейшей перспективе получится. Ну, будем надеяться на лучшее. Арсений, спасибо большое, что пришли к нам в гости сегодня. Очень рады были вас видеть еще раз. Успехов вам. Вам спасибо большое. Ну, а это была программа «Семь минут», и мы с вами скоро увидимся. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok